Здравствуйте, дамы и господа, это Blade & Sorcery и модификация, которая добавляет титанов в игру. На этот раз это не просто увеличенные стандартные противники. На этот раз титаны имеют собственные модельки и, возможно, собственное поведение. Как раз это нам и предстоит сегодня выяснить. Как видите, появился отдельный раздел, и здесь мы можем выбрать в том числе и размеры, и тип нападения, например, орда или какое-то вторжение. Также у нас есть дополнительное вооружение, это, видимо, меч из вселенной, имеет вот такую вот функцию, так что мы легко здесь на этой карте. Опять же, это другая модификация, тоже из-за вселенной мы на этой карте сможем с легкостью передвигаться и при этом уничтожать титанов. Видимо, этим мечом он одноручный, легко им владеть, довольно стабильно работает. Так, ну что ж, давайте начнем с маленьких титанов, посмотрим, какого они размера, я уже думаю, они побольше, чем стандартные противники. Посмотрим, как они выглядят, ведь самое главное, это новые модельки. Пасмурная погода, конечно, как будто я в промышленной зоне. Так, а вот и они шагают довольно медленно, значит, какое-то уникальное поведение у них и есть. Как будто это трубочист, на самом деле, как раз промышленная территория. Выглядит издалека, по крайней мере, он примерно так. Внешний вид, конечно, уникален. Меня всегда удивляло, когда я увидел кадр из этого мультфильма, из этого аниме. Меня всегда удивляли, удивлял внешний вид этих персонажей, как будто, как будто на самом деле это какой-то фанатский мем по типу Вуни Пуха или Саннике. Что-то такое. Вот это он размахивает, конечно. И это всё? Всё, что ты можешь? Двигай своими жировыми складками, своим пивным пузом. Просто грустный работяга, на самом деле, с пивным пузом и печальными глазами, когда он приходит домой к семье. Пора закончить страдания. Так, а на него я могу за него схватиться? Да, смотрите, я могу за него схватиться. Ударить его по заднице. Ещё один, ещё один на подмогу бежит, смотрите. За пивом, видимо. Других объяснений нет. Залезаем на спину. Ой-ой-ой, вот это был удар. Невероятный. Так, этот еле-еле идёт. Видимо, я по шее попал, вот что-то. Вроде того, мне писали, что надо по шее попадать. Только так их можно одолеть. Смогу ли я отрубить голову? Казнить таким образом? Вряд ли. Но у меня есть другое оружие, которое вполне возможно позволит это сделать. Я даже взять его за голову не могу. Нет, видимо, расчленить его не получится. Он как холодец начинает двигаться. Там руки уже начинают застревать. Да, видимо, так бесполезно с ним воевать. Во-первых, меч застревает постоянно в нём. Во-вторых, я, видимо, никакого урона и не наношу. Обязательно нужно взлететь. И это маленький титан, если что. Ещё двое смотрят. Так мы здесь развлекаемся. Они начинают окружать и зажимать мне в тиски. Так что этот меч, видимо, обязательный атрибут. Как вы думаете, куда он делся? Растворился в пространстве. Да, ну, в общем, мы с вами с вами с вами с вами. Мы выяснили... Куда-то мой меч. А вот он. Я же думал, пропал куда-то. В общем, мы выяснили, что эти маленькие титаны очень медленные, неповоротливые и не представляют никаких угроз. Давайте посмотрим на остальных. Всё-таки это лишь один из противников. Здесь ещё есть другие представители. И каждый противник, может быть, обладает своими какими-то особенностями. Классно повеселились. Приходи ещё. Так, ну теперь нам ждать, видимо... О! Один заспалнился на крыше дома, смотрите. Так, ну это, видимо, большой уже. Вряд ли это маленький. Хотя он идентично маленькому выглядит. Давайте поближе. К нему подтянемся. Нет, да всё-таки маленький. Лучше от него избавиться, иначе новый не заспавнится. Это был несчастный случай, подскользнулся. Так, а вот и большие титаны. Это самые большие титаны, насколько я понимаю. Ну и они, наверное, где-то в полтора-два раза больше, чем предыдущие. При этом внешний вид у них тоже немного другой. И также они по-прежнему медленные. Что неудивительно из-за их массы. Ну вот и всё. Хотел стереть его улыбку. Но улыбка осталась с ним. Так, ну и я думаю, таким образом я справиться с абсолютно любым смогу. Слушайте, а если я с арбалета буду в шею стрелять? От того тоже будем достаточно? Или обязательно нужно лезвие? Я пытаюсь прицелиться. Большая перезарядка. Давайте залезем повыше. Надеюсь, он меня не заденет. Да, слушайте. Такое оружие бластера тоже помогает. То есть любой урон по шее, возможно, даже кулаками можно это сделать. Это, конечно, непроверенная информация, но мне кажется, вполне вероятно. Это тоже сработает. Блин, не запрыгнул. Хотел эффектно запрыгнуть на голову. Два борцухи. Брони я у них не вижу. Честно говоря, они не сильно отличаются от предыдущих. Уж не знаю, какая броня подразумевается. Но, видимо, они, может, посильнее будут просто. А визуально никаких изменений нет. Этот даже умудрился ударить по мне. Но, тем не менее, я закончил схватку в мою пользу. Так, есть волна, которая называется Эрон против бронированных титанов. Кто такой или такая Эрон, не очень понятно. Но здесь всего лишь два титана. Нам немного придется подождать, пока эти ребята отдохнут и, наконец, исчезнут. Чтобы началась новая волна. Возможно, придется ждать долго. И придется от них все-таки избавиться вручную. Какой же он грустный. Но что поделать. Нам нужно осмотреть и остальных. Попробуем вообще сменить карту. Может быть, здесь никаких проблем со спауном мы не будем. По крайней мере, это маленькая арена. И здесь никуда не должен провалиться. По крайней мере, я на это рассчитываю. Хотя бы заспавнить шифтера. Было бы здорово. Чтобы посмотреть, кто это, черт возьми, такой. Но, похоже... А, нет, вот заспавнился. Так, принял облик. Боже мой. Вот этот господин выглядит довольно агрессивно. Ой-ой, немного он застрял, конечно. Так, я сейчас посмотрю, выключен ли у меня урон от падения. Да, могу смело с ним сражаться. Вот это уже серьезный противник. Может, не знаю, что значит шифтер. Может быть, он скоростной. Наверное, так и есть. Он двигается быстрее. Но против меня... Я думаю, он не справится. Не знаю, он живой или мертвый. Живой, видимо. Твою мать, кулаком не зарядил. Боже мой, вот это движение. Вот это, посмотрите на его скорость. Просто какой-то рестлер-титан. Давайте попробуем запрыгнуть сверху. Не очень получилось. Вот это был удар. Все, повержен противник. Теперь дама. Продолжение следует... О, а вот и расчленение сработало. Правда, голова у него уменьшилась после этого. Так, ну теперь-то можно посмотреть, кто такая Аэрон. Или кто такой Аэрон. И бронированных попробуем заспавнить. Так, арена очистилась. Это хороший знак. Значит, кто-то должен заспавниться. Так, ну это, видимо, бронированный, наверное. Или кто-то из них. Ага, вот это все-таки бронированный. А это Аэрон. Вот это, конечно, борьба. Теперь они так близки. После этого, я думаю, без брака не обойтись. После того, что у них было все, что между ними. И он исчез. Кажется, что он просто прилег и отдыхает. Немного загорел на солнце. Наш Пашван начал трещать. Смотрите на его удовольное выражение. Лицо аж глаза закатил. Что ж, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok